Пожалуйста, вот в случае, если действительно появится такая опасность, вы куда будете бежать? В свой подвал будем бежать. У нас хорошее бомбоубежище, да, под нашим домом. Поэтому мы будем в случае, ну не дай бог, чтобы это случилось. Ну вы думаете, это случится? Ну, хотелось бы верить, что это не случится. И надеяться в то, что это не случится. Ну, так вы видите, как обстановка мира. Ну, как говорится, постраховаться нужно. Пусть лучше будет подвал, но там он не пригодится. Я такого мнения. Как вас зовут? Андрей. До кладбище бежать надо. Куда ж уже бежать? Ну, дай бог, чтобы ее не было войны. Зачем она нам надо? Жили, жили, на тебе, дожили до такого, что уже это. Ненужная нам война. Вы на даче? А чего на даче? А там спрячутся. На даче спрячутся? Так, а всем говорят, что вот нужно вот в эти укрытия идти, которые в подвальных помещениях в доме. Да, но... Нет, да? Нет. Да ты не меня, но... Как вас зовут? Галина Ивановна. Без понятия. Не знаете, куда? Дома будем сидеть. Дома? Да. А почему дома? А где еще? Ну, вот всем же объясняют, что нужно идти в подвальное помещение. Там можно укрыться. А где оно, в подвальное помещение? А у вас разве в доме нет подвального помещения? Есть. Ну, вот. В подвалы бежать, что ли? Да не будет никакого... Вы уверены, что у нас все будет спокойно? Я уверен, что у нас все будет спокойно. Как вас зовут? Илья Бондарева. Никуда дома будем. Почему? Ну, какое нападение, Господи. Не знаю. Я что-то живу еще как бы, наверное, еще не осознавая того, что происходит. Дома будем. Дома сидеть. Не пойдете в подвал? Нет. Почему? Потому что этого не будет. Я не верю, что нам надо будет прятаться. Я думаю, что все будет хорошо, мирно. Как вас зовут? Валентина Григорьевна.